2021 год подходит к завершению, потому настало время вспомнить, чем же он запомнился для Варфа. Всего мы получили три фрейма – Сива Гота, Ерели и Калибана. Первые два даже сопровождались квестами, среди которых Зовт Эмпестарий отличился атмосферой. Это был первый полноценный квест для Раул Джека. К тому же неплохую песню выкатили с этим квестом, причём не столько для квеста, сколько для рекламы игры. Жаль, что задание «Укротительница Волна» оказалось похуже с этими трюками на кейдрайве, хотя и сама Ерели оказалась фреймом сомнительным. Что касается Калибана, то я бы разместил его где-то посередине между Сива Готом и Ерели. Квеста он вообще не получил, но играть за него было приятнее, чем за Ерели. Ещё в этом году мы получили расширение корпуса для Раул Джека. Здесь миссии оказались более проработанными, чем у Гренир. Однако добавили обязательную миграцию всех членов отряда при бордаже, чего у Гренир не наблюдается. Заодно добавили Буребездны, как альтернатива разрывам Бездны, но для Раул Джека, чтобы там можно было реликвии открывать. Плюс был у нас пересмотр Раул Джека. Самым важным тут является флот Плексуса, чтобы отвязать установку модов от вашего корабля. Получили мы и ветку командования, что упростило игру в одиночку. Ничто мне нравится возможность призывать дежурного на любую миссию, ибо урона такие типы вносят неприличное количество. Хотя мне всё равно не хватает некой изюминки в Раул Джеке, чтобы часто туда заходить. Говоря про пересмотры, Арсенал тоже получил изменения в пользу дальнобойного оружия. В частности, добавили несколько новых мистификаторов, выпадающих с остального пути, которые помогли сократить пропасть между ближним и дальним боем. Отдельно можно выделить недавние изменения поляризации. При установке формы во фрейма, арчвинг или меха, вы сохраняете доступ к способностям, что привязано к рангу аккаунта. Это значительно упростило прокачку снаряги. Да и вообще, текущий год ввел немало упрощений для новичков. Например, крафт частей Раул Джека сократили до одной минуты. Сёстры Парвос вышли тоже в этом году. Как и Личиковы, они имели своё оружие и эфемеры, а также гонщик, модулярных питомцев. Хотя мне кажется, что Браму и Нюкор от Личей всё равно заменить не вышло. Странным, мне кажется, решение отвязать оружие ближнего боя от сестёр, чтобы продавать его отдельно, понуждая фармить бурь и бездны. Зато, наконец, привязали убийство Личей и сестёр к миссиям Раул Джека. Хотя не так, как нам изначально показывали на Танаконе два года назад. Среди любопытных нововведений можно отметить воодушевление Гельминта, как случайные бафы, которые можно вколоть некоторым фреймом. Лично я этим почти не пользовался, ибо не было необходимости. Я также отношусь к модам разлома. Первый легендарный ранг тоже был достигнут. Награды выдали неплохие, по сути. Лично я рад, что нам разрешили дальше прокачивать лимит дневной репутации. Хотя иконку отображения ранга долго путали с первым рангом, вместо тридцать первого. Одно из важных событий касается изменения подхода к прайм-хранилищу. Такое событие, как Возрождение Прайм, упростило получение желаемых вещей, хотя поначалу были сомнения в плане монетизации. Также в этом году навсегда добавили Никс и Валькирию Праймов для миссии Раул Джека. Что касается новых Праймов, то получили мы Октавию, с которой добавили кучу танцевальных эмоций. Затем есть Гара, Нидус и Хару Праймы. Естественно, нельзя не упомянуть новую войну. Ждали мы её долго и наконец получили. Если обобщить, то свежий квест я считаю лучшим во всей игре. Но этот квест всё равно имеет много недостатков и дыр, а последствия пока что разочаровали. С другой стороны, мы впервые за долгое время услышали новое упоминание Дувири в игре, что обнадёживает. С новой войной мы получили косметику, которую можно прокачивать, достигая определённой цели. Сама идея эта не новая. Санданы Синдикатов уже отображали прогресс на миссии. Жаль, что на этот раз нам решили просто выдать три комплекта вместо косметики, которая бы менялась прямо на миссии. Именно из-за новой войны развитие игры в этом году значительно замедлилось. Например, не было ни одного нового сезона Ночной Волны, вместо чего мы получили два антракта подряд. Ещё пришлось перенести новогоднее событие, Теннобаум, на следующий год. Да и в целом, события этого года были повторами предыдущих, или являлись магазинами. Зато благодаря таким ивентам мы впервые получили крылатые эфемеры, хотя я до сих пор не знаю, как с ними можно играть. Что касается Теннекона, то мы таки получили обещание кроссплатформы и мобильной версии, что должно выйти в году будущем. Можно отметить, что благотворительные события в этом году провели лучше, мотивировали нас не только внутриигровыми плюшками, но и концептами новой войны. Китайский варф в этом году стал догонять глобальную версию, что не может не радовать. Некоторый контент Китая даже просочился к нам. В итоге уходящий год нельзя назвать плохим, заняться было чем, и качество контента не падает, если судить по новой войне. Однако год будущий должен быть лучше, ведь слишком много усилий и времени было потрачено на квест, который должен быть отправной точкой на будущий контент. Я одобряю желание разработчиков оставаться верными себе, и новую войну я воспринимаю как важный рубеж уникальности варфа. Но люди зашли в игру, прошли квест и вышли, потому что заняться больше нечем. Стоило ли для этого тормозить развитие игры в других направлениях? Вопрос непростой. На этом от меня всё, поэтому я хочу узнать, чем для вас запомнился уходящий год. Всем всего, всем удачи и всем пока.